здравствуйте уважаемые любители шахмат предлагаю вам посмотреть интересную партию с мужского суперчемпионата россии 2021 года в котором впервые участвует девушка звезда российский шахмат александра горячкина играет белыми против александра ботылева успешного тренера шахматного аналитика а также чемпиона россии 2001 года и чемпиона европы 2014 года горячкина начинает партию ходом c4 модуль отвечает c6 и соперники достаточно быстро и уверенно разыгрывают славянскую защиту слон до 6b3 короткая рокировка слон едва белые только хотят спрятать короля в крепость b6 0 0 слом б7 слом б2 белые закончили развитие фигур и черные ходом версии 7 соединяет свои тяжелые фигуры последовал ход ладей один этим ходом александра горячкина сыграла уже не одну партию и давайте посмотрим что же черные подготовили к этой партии последовал ход ладей 8 удар по центру е4 белый начинает первыми хотят конечно поставить пешку на и 5 поэтому много разменов на и 4 произошло слон b4 атакована ладья ладья d1 и после хода слона 3 так вот в два приема черные готовы разменять чернопольных слонов слона 3 ферзь а3 ферзь удаляется на ферзи фланг и белый сразу же этим пользуется играет конь е5 атаковали коня при случае атаковали пункт c6 размен взятие пешкой теперь распоряжение белых в будущем может быть поле d6 также конечно хочет ладья залезть на обжорный ряд ну и происходит борьба за линию d ладья d8 и вот здесь сильно было за белых ферзь h4 пришлось бы на черном возвращаться ферзь и 8 дело в том что нельзя разменяться на d1 ладья d1 и забрать пешку на 2 из-за хода ферзь е7 двойной удар теперь конечно на взятие последует ход ладья d8 и мат в два хода а если сыграть ладья f8 то заезд ладьи на восьмой ряд решает партию либо черный теряет ладью либо получает мат то есть h5 мы конечно просто заберем ладью и останемся с лишней ладью поэтому после хода ферзь h4 черном пришлось бы решать серьезные проблемы в партии же последовал ход слоны в три места ферзь h4 и нужно было вернуться ферзи умные 7 не пуская конечно белого ферзя на h4 тем не менее последовал ход слона 8 где-то видимо с идеей c5 и разменять слона f3 попутно избавляясь от ненужной фигуры то есть слон все-таки на б7 стоит достаточно скромно очень выгодно его разменять слона 8 ферзь h4 последовал со стороны белых теперь нельзя конечно ферзи 7 играть не хочется опять же отдавать линию d происходит борьба за нее поэтому ферзи 8 h3 h6 соперники занимаются профилактикой делают форточки слон е4 начинаются маневры давайте посмотрим кто же будет в этой стадии сильнее f5 и вот здесь достаточно интересное решение было со стороны белых партия последовало взятие на проходе и игра на слабую пешку е6 можно было также сыграть слон и в 3 александра горячкина опасалась хода g5 но на самом деле можно пойти ферзь h5 и на король g7 именно здесь она не видела как быть дальше есть интересный маневр b4 есть также ход g4 ну же 4 к мы конечно ослабляем не только вражеского короля но и своего а после хода b4 у нас главная идея где-то сыграть c5 на слон b7 можно поменять планы сыграть b5 пользуясь тем что слон на поле b7 не защищен ну и тактическое обоснование этого хода ферзь b4 не проходит из-за красивого удара ладья d7 объявляем шаг теперь в случае отхода короля на f8 конечно мат в один ход если же король отойдет на g8 либо на h8 то мат в два хода ферзь g6 допустим и конечно ферзь g7 мату так могло все закончится в случае же если забрать эту ладью немедленно входом ладья d7 то последует ход ферзь е8 и это двойной удар белые остаются с лишней фигурой поэтому пришлось бы эту наглую пешку на поле b4 явно терпеть но тем не менее после хода f5 александра горячкина решает играть против слабой пешки е6 бьет на проходе создает черным слабость конечно ферзей никто теперь не разменивает c5 пытается черный разменять своего плохого слона слон g6 когда слон стоит на 8 зачем его разменивать у него только одна диагональ поэтому белый уклоняется попутно нападая на черную ладью ладья f8 ладья b1 убираем из-под присмотра черного ферзя свою ладью слон c6 размен и ладья е1 начинаем создавать давление на слабый пункт е6 ладья идет на поле f6 можно было конечно поставить ферзя главная идея что ферзь на f6 стоит лучше чем ладья где-то мы при случае можем цепляться пункту f2 контр игра ладья f6 ладья е3 александр горячкин продолжает маневрировать ферзь е7 последовал ход a4 опять же просто передаем ход черным предлагаем высказаться и на ладья е8 уже интересная перегруппировка фигур ладья f6 ладья g3 последовал ход ладья f8 слон c2 понимает александра что по-другому фигуры не перестроить потому что если сразу сыграть допустим ладья d3 последует ход ладья f6 и у слона будут доступны поля только е4 и h5 поэтому она заранее отводит слона подальше подготавливая ход ладья d3 и заезд на шестой ряд ладья f6 ладья d3 ладья f8 ладья забирается на шестой ряд теперь напали на пешку напали на слона слон d7 логичный ход но ход опять пытаемся разрушить ферзевый фланг цепочку черных пешек и конечно получить две проходных взятия на а5 ферзь и 5 слон c8 предлагаем размен ферзей пользуясь слабостью пешек на ферзевом фланге конечно в случае размена мы минимум пешку опять забираем ферзь d8 черные пытаются сохранить ферзей на доске и попытаться как-то добраться до белого монарха ладья c7 ладья забирается на обжорный ряд и у черных серьезные трудности еще последовал хвата 6 тут стоит указать что это уже был тридцать девятый ход после 40 ухода добавляют полчаса соперником данный момент у мотлева все-таки 58 секунд александр времени чуть побольше около четырех минут и приходилось соперникам достаточно серьезные проблемы решать фактически на флажках король h2 хороший солидный ход профилактика александр вообще всю партию и в общем она всегда играет в позиционном стиле такой мощный гроссмейстер позиционного стиля последовал ход слон d7 и ход ферзь а7 белый заряжает пушку по седьмому ряду и уже после хода ферзь а7 александр мотылев признал свое поражение дело в том что после хода ладья f7 черный все равно быстро проигрывает слон g6 ладья е7 допустим ладья идет на поле б7 с идеей ладья b8 и выиграть ферзя на связке после хода ферзь и 8 с идеей прорваться на поле и в 4 попытаться дать вечный шаг есть скромный ход король g1 после чего все-таки решает связка слона по седьмой линии допустим ферзь d8 можно пойти уже ладья b8 и на слон c8 выигрывает фактически любой ход то есть можно забрать слона можно забрать ладью не так важно то есть забрали съели ферзь и бьет е7 хотим дать шаг на поле f7 шаг на е8 разменять ферзей и перейти в эндшпиль с лишней фигурой абсолютно выигранный и также можно было в этой ситуации в наглую забрать на е7 и на ферзь е7 съесть на c8 заставляя пойти ферзь их 8 и здесь выбор остаться со слоном лишним либо с ладьей то есть можно ну шаг на самом деле не помогает король и всеми поэтому можно сразу на самом деле разменяться перевести слона выиграть пешку а и конечно лишняя фигура принесет легкую победу всем друзья спасибо за ваше внимание если нравится поддержите канал лайком и подпиской также напишите обязательно комментарий за кого вы будете болеть в супер финале чемпионата россии 2021 года всем хорошего настроения